Ну нет урожая, второй год нет урожая, а на третий год, ну вот мужик же добытчик, он не скрывался за бабленными плечами, он добытчик, кормить надо семью. Да, и он приказывает спилить деревья, спиленное дерево подает, увлекает за собой другого, а под кормленным другим обнаруживается вот так. Они отходят, надпись, пештеры, первое слово, а второе с большой буквы богом, зраные, старославецкий язык. Вот это известие разносятся по псковскому торгу знаменитому. Девочки, Псков 150 храмов, 39 монастырские, сегодня действует 53 храма. А налогов нет, поэтому, вопрос надо решать, Псков хотя бы на полчаса, и Троицкий собор хотя бы на полчаса, семьярус на иконостасе. Телефон мы возьмем ваш, хорошо? Да. И вот сюда приходит кто-то покуражится стереть, а кто-то поболится. И вот приходят вам москвича, Иоанн и Мария, белый священник и его венчанная жена. Они начинают молиться, молиться, молиться и получают выразумение, и строят первый пещерный храм. Мария не доживает трех месяцев, она умирает. А как уходить-то на тот свет? Она духовно развитый человек, она венчанная жена, и она принимает монашеский пост, и становится властью. А как хорониться? По чину жены или по чину монахини? Хоронят по первому чину, гроб на поверхности. По второму чину, гроб снова на поверхности. И понимают, что Господь за особую верность мужа не берет ее с земли. Мы к раке с ее мощами приложимся к пещеркам ближней. А Иоанн доводит, как каждый мужик, дело до конца. Правда, говорю. Как зовут нашего лучшего? Ну, орхистротик. Доводит до конца, приходит в Псков, просит благословения. Батюшки, благословите пещерный храм. Нету тебе благословения. Нету тебе. Аналогов не было. А пошел бы ты в Новгород. И пойдет он в Новгород к Теофилу знаменитому, попросит благословения, получит, придет сюда. И 28 августа 1473 года. Посветится вот этот храм. Вот он, смотрите, пять куполочков грязных по принципу Киева-Печерской лавы. И как бы ни штормилась сегодня на Украине, как бы ни штормилась. Да, она попала, как в Киево-Печерской лавы, знак уважения к тем, кто первым пришел на этой земле. Храм Успения и Покрова. Левее колокольни на общине. Городку спел. Конечно. И сейчас приходит. И сейчас мы будем.